Я думаю, потом. Есть еще вопросы? Я тут поменял уже расписание на ваших глазах, так что 10 минут еще есть. Второй лектор скоро будет. У нас сейчас будет 30 минут перерыва, либо мы можем с Анатолием. Второй. Анатолием. Лучше перерывы дальше делать. После перерыва вы будете? Ладно, обсудить. Ну, я как понял, второго еще не было лектор. Второй еще не пришел, но обещает, что скоро будет. Мы вас будем слушать тогда. Перерыв не хотите? Тогда милости просим. Я думал еще допустить некоторое количество слайдов. Тогда все-таки перерыв давайте. Минуток 15 хотя бы. Сейчас 17.36, 17.45 здесь. Я просто хотел закрутить немножечко слайды. Вот раз уж так попало. А он через 45 минут будет, да? Да. А, то есть это означает, что гарантированно после перерыва я, да? Да. Ну, хорошо. Я сегодня не пошел на тренировку. Специально оставил бедных девочек сегодня. Нос ваш подключен. Без партнеров. Я кезом бы сорвался. Ну что ж? Войп стоял в чате. Чай не нужно. Танцы у меня сегодня. Все партнерши вопили, что как же так, как же они без меня. Я им сказал, что первым делом самолеты, но девушки потолкинули. Да. Значит, а чай тут дают? А чай тут? Да, дают и я вам принесу стану. Вы располагайтесь, подключайте технику. Вот на эту штуку лучше не облокачиваться, а то он может уехать. Она съезжает, но не сильно. Когда она закрыта, она крепкая. Все нормально. Она закрыт. Она закрыт. Он открывается, если что-то нужно. А, то есть она просто съезжает капитально, да? Да. Съезжает. Так, стоп, тогда, если надо. Звук, если нужен. HDMI. Здравствуйте. Здравствуйте. А вон чуть-чуть больше вытаскивается. Чуть-чуть больше. Так. А, на ту сторону. Чуть-чуть, да. Вот, надо на эту сторону. Зато тут он в любую сторону. О, все. Ты дышь. Поймал. Так. А пока еще изображение есть. Сейчас посмотрим. Да. А тут еще и сеть, нибудь, есть? Да. Да. Гест. Гест. Гест 5G, ГВ-14 Гест. Это которая ГВ-14 Гест. Интересно сделано. Подключаться. На автоматик. Как бы поставок, с которой не было. Там, где-то не было. Сейчас. Окей. Вот, где-то взял, да. Сейчас. Порядь. Хранит. Какой-то изображений. Типа струклорий. Окей. То есть, отеляется. А, там, видится, не только медицинская не в плане, а там, а генетрия. Ну, по большей части, это все-таки, на мой личный взгляд, выгодная история и реального применения техно-соединения. А блокчейн нужен там, где договоренности записываются, чтобы эти договоренности, в случае чего, можно было поднять. Например, допустим, страховки, страховки, да, их актуально записывать. Мы тут вас вещаем на весь мир. На этом не стоит почту вашу вещать на весь мир. А, сейчас. Что делается? Убрал. Ага. Говорите. Нет, надо наоборот. Я делал расширение записи. Я про приватность просто переживаю. У нас трансляция просто. Это делается по-другому, делается по-другому, делается по-другому, и говорится, что хорошо, ведь я просто не обратил внимания. Просто рассказали, что времени, когда сцены, а потом можно. Давай лучше чуть-чуть. Кто отключился? Не-не-не-не, он должен другое делать. Привет. Пусть. Когда человек, придя в магазин, засканировал этот код и точно мог определить, когда он был произведен, через кого он прошел. И если это подделка, то где-то вот на этом. И то, что он был доставлен в принципе в эту же аптеку, в этой аптеке, поэтому он просто должен его купить. Это не защищает того, что в конечной точке не будет дублирования, то есть можно напечатать еще 10 коробочек с тем же самым кодом, но в момент, когда человек приобретает этот товар, то он отмечает, что я его приобрел, и тогда этот код второй человек уже приобрести не может, по идее. То есть связка производителем и потребителем через какие-то там промежуточные звенья, где на каждом промежуточном звене может быть этот машин. Но эта система, она сейчас будет решена, скорее всего, централизованной, вот это как в ИСЕ. Короче, то, что сейчас все кассовые аппараты в момент оплаты чека отправляют данные централизованные в налоговую и вообще. Таким образом мы можем взять какой-то товар и дальше атрибутику записывать, что товар с каким-то методификационным номером. То есть централизованная проблема решается. Да, ну как бы если центральный орган там неплохо работать, тогда нужно будет блокчейн. Блокчейн, он необходим, там где централизованы эмиссии ценностей, ну там денег, ну что-нибудь такого. А все остальные задачи, по большей части, они централизованным образом решаются, в общем-то, неплохо. Ну, блокчейн можно тоже, но смысл особого нет. То есть если вопрос о том, что я хочу сделать проект вот такой-то, где будет применяться блокчейн, ну делай. Вопрос купят это или не купят, а купятся твои затраты или не купятся, вопрос. Если, ну, в большинстве случаев, там процентов девяносто сейчас, идет речь о том, что я хочу сделать хайп. То есть я, у меня есть крутая идея, я собираю много денег, а потом уезжаю на Бали. Вот. Ну, как бы это тоже тема есть. Ну, этот хайп, ну, как бы очень много. Я думаю, это пройдет. Я думаю, на электронное правительство, по-моему, в Эстонии живет там. А блокчейн тут при чем? Ну, как раз и блокчейн. То, что они, часть своих технологий помогут реализировать именно блокчейн, именно монетариат, вот это все страховки, услуги, именно как открытости, подреждения данных. Ну, на мой личный взгляд, это больше пиар. То есть они могут применить блокчейн технологии. Можно пиар у нас лично. Сейчас Центробанк пиарится. То есть, ну, как бы, эта тема, она модная. Но реально надо. На мой личный взгляд, там она немножко снимает некую ответственность с нейтрального, но, собственно, для меня это близкая тема, да. Они могут просто открыть API, и в момент совершения транзакций публиковать эту информацию всей, и все желающие могут тут есть филы с семьей. Вот здесь есть как раз вопрос защитности информации, да, то есть и так далее. То есть как бы ее публиковать так, чтобы ее никто не мог прочитать, кроме тех, кому нужно, да. Вот, например, публиковать информацию обо всем, но чтобы ее мог прочитать только тот человек, к которому относятся те или иные, там, сделки, да, или там только тот брокер, к которому относятся те или иные сделки. Но при этом все гарантируют, все могут подтвердить, что эта информация объективна, то есть в смысле она одинаковая у всех участников, у кого стоит база. Эта база, она не обязательно блокчейн. Не обязательно, согласен. Коперледжер тот же самый, на мой взгляд, насколько я понял, они делают инструментарий, который позволяет распределенную базу данных, причем в принципе изменяемую, главное, чтобы она изменялась одновременно у всех. А это от репликации база данных ничем не отличается, который 30 лет существует, ничего не поменялось. Тут технологии записи, протокол, типа а-ля блокчейн, назвали там модное слово, блин, завтра назовут там еще другим словом. Но это не значит, что в принципе реально что-то изменилось. То есть блокчейн, блокчейн это биткоин. Биткоин он интересен тем, что это деньги распределенные, что можно майнить. А весь остальной блокчейн, там надо очень сильно смотреть, там вообще что-то есть. Вот и териум тоже интересный. Биткоин интересен териум. Но здесь есть обратная связь, да? С одной стороны они пиарятся, с другой стороны благодаря этому в принципе не так активно борются с криптовалютами. Потому что когда было регулирование, да, блокчейн, там вот был такой мнение, что блокчейн хорошо, криптовалюты это плохо, мы разделить пока не можем. Суть в том, что боролись хотя бы не так активно, чтобы это могло разраститься уже в тот момент, когда с этим невозможно будет бороться. Уже сейчас. Я, извините, извините, но я, по-моему, скажу, что вот этот вот законодательный твой блок, он тоже к блокчейн очень хорошо походит. Законодательный? Ну да, там регистрация у тебя была, написано, еще что-то такое. Ну. То же самое к блокчейн, да? Ну, можно записывать блокчейн, это неплохо, все нормально. Ну, как бы даже хорошо. Можно на этом бизнес строить, то есть защищенные, то есть запись, ну, как бы блокчейн для этого нужен. Вопрос, какой блокчейн записывать? Если ты свой собственный приватный, я не вижу смысла. Если ты записываешь эту информацию раз в день блокчейн Биткоина, ну, да, вот, хорошо. Нет, почему может быть не приватный, может быть консульциум, может быть свой блокчейн, но в смысле не биткоиновский, Да, но и не приватно. Ну, какой-то публичный, но какой-то с майнингом. Ну, специальный, да. Может. Ну, потому что, например, биткоин, много распихаешься, да, в большом количестве. Ну, сейчас, то есть, биткоин, он маленький, он как ядро сетей. Через Lightning Network еще там десятки миллионов к нему присоединяются, и главное, передача ценностей. У тебя будет некоторый токен, валюта, внутри, который там будет майнить, и потом обменивать на битки, ну, или на чего угодно, чтобы вывести. Чтобы это было интересно. Если это неинтересно, то можно хранить тему, назвать его приватным блоком и продавать кому-нибудь там центробанк. Значит, чтобы это было интересно, передача ценностей между вот этими сетями, мы объединяем сеть, получаем интернет-ценностей. Ну, да, это то, что тогда было на… Ну, да, в Сберии. Нет, в Сберии. Ну, в Сберии там рассказывали, и до этого там еще где было. А, да, там тоже. Ну, в Сберии… Ну, там до этого еще Алексей рассказывал тоже… Ну, это он занимается уже там давненько этой темой. И сейчас Альфа-то выпустили, но я думаю, что год там займет. Но он что-то сегвит даже не принято. Ну, он сложный, да. Там сложный этот Тимбл Вимбл. Вот он, говорят, сложный. Я его даже не читал. Но он вроде бы позволяет еще лучше там сделать, красивее. Светки-ка вы знаете. На самом деле сейчас параллельно несколько разработок ведется. Какая-то из них победит. Соответственно, будет протокол. Ну, как вот интернет появлялся, там были миллионы всяких протоколов, да. Вот. Потом, ну, как бы выбрать. Ну, или как бы там решение сверху, типа там военные применяют такое, поэтому бах, вот это все. Ну, и здесь, может быть, тоже какой-нибудь крупный там скажет, типа, а мы принимаем вот этот хуприлайдж, да, там, вот такой-то протокол, и вот так вот оно будет. Ну, может быть, да. Ну, не знаю. Честно говоря, трудно сказать. Тут первая технология, интересно следить за этим. А заработать как? Ну, либо бизнес на этом делать, либо криптовалюту покупать, ну, акции, да, там, биткоин там покупать и потом... Ну, кстати, у нашего большого конца, вы что-то считали? Ну, курса биткоина, но вот сейчас он находится на таких локально хороших, уверенных... Харитмах. Ну, и бегает даже на нормальном, хорошем уровне, с которым мы сдвинуться, потому что тяжело будет. Больше 3000 долларов я еще вижу. А с биткоином, он просто растет, подсклонить. У нас была целая, целая. Биткоином, и у него есть такую хайку, когда выше... Ну, потом по 10, ну, в среднем, какой-то. Сейчас он выше. Да. Берем, как-то скромно, и потом пойдет. Потенциал у него через несколько лет большой. Потенциал у него, то есть, если брать передачу трансферогических переводов, то там потенциал большой. То есть, еще 2 агра можно добавить. Здесь, там, сто-то из звездов он может быть. Но, скорее всего, появится какой-то другой пример, потому что у этого сранишного перевода, там, где... Он выполняет свою функцию, но выполняет не очень, а хорошо. Поэтому, как бы, появляется... Копалый, блин, проще. Здесь же стартапы на ограничный перевод, где-то не вот куча. Да, и они все не ошибка живые, просто. Да, да. Ну, да ладно. Фиксы. То есть, нам нужно построить дом. Для этого нам нужен молоток. Для того, чтобы забивать гвозди. Да. А мы сейчас обсуждаем молоток. Какой он там? Красный, зеленый, белый, большой, маленький. То есть, какая разница, какой этот молоток? Он гвозди забивает или не забивает? Он в экономике какую роль решает? Какую функцию, которую решают другие? То есть, другие, если решают, ну, как бы, выбираешь вот инструмент, который... Сейчас, по большей части, очень много, где выгоднее использовать обычную централизованную систему государственной регистрацией. Там открываешь буложку и работаешь. Блокчейн это там, в стиле родного молодежи? Да. Но существуют такие задачи, где без блокчейна не обойтись. Например, создание своего государства, создание своих стилей. Это сложно. Либо армию надо, либо, как бы, комьюнити там, либо революцию устраивать, либо техническими средствами новыми, там, на получение регистрации, ну, как бы. То есть, есть человек, есть другой человек. А в основном, комьюнити-силей? Да. Эти люди, они со своими компьютерами сидят. Они анонимны. Они заключают контракт между собой. Значит, в случае выполнения контракта они там получат, в случае невыполнения идет арбитраж. Вот когда эта система есть, арбитраж, опять же, в комьюнити, вот когда это есть, то это юрисдикция. То есть, на данный момент уже есть юрисдикция биткоина, юрисдикция этериума. Но она зачатка, почему-то нормально. Потому что, конечно, эта функция не выполняет. Да. Верно. А человек, значит, вот этот человек, который выполняет какую-то функцию, он является, с точки зрения системы, он является аватаром. У него есть идентификационный номер в виде кошелька. Реальный там человек или там робот, их никто не знает. А с точки зрения вот обычного правительства на территории, это человек физически тушку. Вот он, тушка, она должна платить. Она не платит, словно. Что делать? Ну, здесь все зависит от законодательства. Нет, законодательство зависит от самого человека. Хочет им платить или не хочет. Да, но... Нет, но здесь одновременно все-таки, если ты откроешь шоуму или ты хочешь получать, там, ну, то есть, главное, то тебя наставим платить, потому что... Две большие разницы. Деятельность в интернете, где аватар, и деятельность на территории, где тушка. Две большие разницы. А тушку всегда так не надо, конечно. Плажите вам путь чуть-чуть. Вот момент... То есть, есть одна юждикция, есть другая юждикция. Когда с одной юждикцией в другую идет взаимодействие, вот там вот шлюзы ставят. То есть, допустим, обмен биткоина на рубли... А если за биткоина будут уже продавать, например, картошку? Не будут. Нереально. Ну, как бы, нету никаких предпосылок. Такси же есть. Такси? Ну, как бы, это в черную делается. То есть, на территории Российской Федерации нельзя... По идее, этими токенами можно... Посмотрите, сейчас... Сейчас уже все... У нас по метру движения, я скажу, из текущей ситуации... Я не очень... Юридически ты не можешь принять по плану биткоина. Никак. Никак. Я... Никто не может мне отказать принимать в области какой-то понятия. Я так не знаю. Особенно если... Мы понимаем друг друга, да? То есть, я юридически не могу принять оплату биткоина. Но я могу... Никто не может запретить мне принимать биткоину. Даже на территории нашего государства уже, да? То есть, я понимаю, там... Подбытие Советского комитета, там, на местах, на местах, на местах, которые были там год назад, да? Когда там люди и сажали. Но... Те-факт... Сейчас уже... Ты когда... Вот юридически, да? У тебя есть какое-то юрлицо. Или ты ИП. Берешь биткоины, должен обосновать... Нет. На ИП, на ИП или на юрлицо я не могу принять его. А в Российской Федерации все что? Юридически? Да, потому что... Физически можно. Можно принять их в блокчейн пропорционально долям. Можно сделать дау, типа дау, да? И принять на ее счет биткоина. Можно, конечно. Сделать как бы зеркальное отражение юридического процесса в блокчейне. Да. Ну, собственно, люди разные подходят, говорят, как можно безналичный-безналичный расчет купить биткоин? В принципе, это можно сделать. Да, конечно. На том безналичный можно. Только безналичный можно. За что угодно. Ну, посмотрите, как на том же блокчейн, например, через Тинькофф. Я покупаю биткоины. Юридически это выглядит как заказ услуги. То есть там есть фрилансер. У него есть ИП. Я этому ИП на его счет за работу 25-34 оплачиваю услуги. Какая услуга? Услуга записи действия. Какая разница, какая услуга? Просто он ей биткоины дает. То есть можно? Можно. Юридически можно принять? Можно. Но не биткоины принять в оплату. Можно продать биткоины. А принять их нельзя. Продать их можно либо как товар, либо как услугу. Соответственно, налог заплатить. Как НИП он платит там. В Нью-Йорке в итоге законодательство пошло в голову. Там по товару еще нет. Ну как бы. Там вы приписали «хаботитесь» и уже… Там много штатов и в разных штатах может быть по-разному. Нет, я штат в Нью-Йорке. А, ну да. Вот как бы сейчас дебаты ведутся. Два основных. Либо это товар, либо это валюта иностранная. Валюта иностранная, значит, не очень. Как товар, то как товар. Кстати, на самом деле, тоже больше валюта. Даже из-за вложения. У него все функции иностранной валюты. У него все функции иностранной валюты. То есть, получается, потому что нету для этой валюты. Кто имитент? Ну, если будет, они прописали в этот парламент, то есть не отлично. Они прописали отдельно все свойства. Да. Но они не сказали, что это валюта. То есть, это нечто с определенными свойствами. Да. Ну да. В принципе, не есть финансы. Вот так вот. Потому что это коллекция. Как коллекция? Ну, цифра, да. Я думаю, что через год-два-три придут к какому-то решению. Скажут либо это товар, либо это валюта. И придумают какие-то правила. Сейчас, ну, буквально неделю назад было, значит, разрешили. Ладно, сажать не будем. Но если вы занимаетесь майнингом, вы должны платить налог. Мы не знаем, какой налог, но вы все равно должны платить. Вот как бы речь об этом. Реально правительству, ну, наверху, сначала они подумали, что это угроза бизнесу по эмиссии рублей. Оказалось, нифига не угроза. Вообще биткоин рядом не стоял. Угрозы нету, все упокоились. Теперь вопрос, а как дарить-то? Они ходят, они тут собираются, а платить-то не платят. Они говорят, что за бедня? Почему не платят? Как сделать, чтобы платить? Вот в государстве оно так и есть. Я в любом моменте. Я как-то посуду, посуду. Чего тебя спорю вообще? Как это получилось? Я еще пять минут простаю, у меня еще. Ну, вот только не знаю, там очень-очень подобный как раз вопрос. Быстро выгодно. У меня такая... У меня такая... Система очень расслаблена. Это взаимодействие государством, что очень быстро, что не Я же, я участвовал деньги. Насколько они эффективны. Почему они не могут? Деньги. Я так же накидал. Государство и так далее. Ну, там паразит, если вы знаете, что он не пользуется, что он Деньги, что это ебанно. Это не... Ну, как это... Вам чай по-моему не... Не зеленый. Ну, ему это было понятно, потому что когда он писал, он не только решился. Да, в то же время, в 70-х годах. 70-х годах. В 76-х годах. Ну, как бы, если, например, цепочка там, и в этой цепочке там много кто зарабатывает, поэтому, как бы, вся эта система, она друг за другом держится, потому что это бизнес большой. Ему очень много ресурсов стягивается. Там отдельный вид бизнес – это трейдинг. То есть, ну, вот, например, сейчас, да, там еще и Муратова. То есть, опять возникло, вот, как бы, ему нужны были деньги на закупку, на проведение, там, семейной... Ну, короче, вспахал Коля, да, взял 10 миллионов рублей. Сейчас у него возникло, это, кассовый разрыв. То есть, у него, там, новый выражение вырос, как бы, а новый выражение надо сажать. У него не хватает пару миллионов. Рестокрулизировать ему не рестокрулизировать кредит. То есть, он, как бы, должен его выплатить. У него, под залогом, там, все имущество получается. И как происходит? То есть, у него, там, долг, там, оставшиеся, там, 5 миллионов. Залога на 25 миллионов. В момент просрочки, первый день, автоматически, через этот арбитраж принимается решение, ставится управляющий. Вместо него выгоняется. Как только управляющий переступает порог, управляющий начинает распродавать все имущество. А, в итоге, продает, в итоге остается там. Должен 5 миллионов, имущество остается на 5 миллионов. Сколько выгезет, он и остальное, понятно, выгезет. Таким образом, банки, у них отдельный бизнес. Вот. Это очень хороший бизнес. Вот. Сейчас, если кредит не брать в этих структурах, а через crowdfunding, crowdinvestors, то они теряют этот бизнес. Естественно, они будут против. Пока эта тема, она даже не всплывала на поверхность. То есть, там, букашки требуют, там, типа, CMX crowdinvestors по 100 тысяч рублей по миллионам, если миллионам собирает, это ничто. Ну, когда бизнес нормальный приходит и будет собирать, там, по 100 миллионов и выше, да, то тут уже совсем другое. Это угроза бизнесу. Да. Естественно, там на законодательном уровне блокируют. Угроза. 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 Продолжение следует...